добрый вечер я оксана байрак это программа чего молчат женщины сегодня мы поднимаем тему которую не принято обсуждать даже в кругу подруг потому что она вызывает смущение страх неловкость и ощущение что я не такая как всем секс или нежелание им заниматься эта тема особенно близка и является больной для моей гости наташи сколько тебе лет мне 36 лет ты любишь себя да я люблю себя но я чувствую себя недовлетворенной для тебя секс это страсти или супружеский долг это супружеский долг который я выполняю без безоговорочно но при этом это раздражает меня и моего мужа и у нас нет взаимопонимания и любви в супружеском долги есть только обязанности тебя устраивает твоя сексуальная жизнь я хочу это исправить наташ сколько с мужем браке 15 лет мы понимаем друг друга с полусловом мы знаем друг от друга чем мы думаем у нас трое прекрасные дети у меня два сына и дочка и по большому счету если на вас так посмотреть это счастливая семья до благополучная хорошая но я не хочу секса со своим мужем все мои подруги знакомые обсуждают эту тему хвастаются рассказывают о том как это все хорошо как это все классно и приятно восторженные я не понимаю о чем они ведут речь все-таки 15 лет прошло до осталось ли влечение к супругу я сейчас говорю как к мужчине нет то есть он любимцы да рядом и это можно сказать привязанность то есть вы стали уже больше друзьями дать чем сексуальными партнерами любовниками до думал о том что в тебе что-то не так или думал что в супруге что-то не так разговаривала с ним мы же не умеем разговаривать мы почему-то не 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 хотим стесняемся разговоров об этом но ты же самый близкий человек вы делите постели вместе но его это не интересует ему это не интересно секс или да ему это не интересно он его не волнует удовлетворена его вторая половинка или нет а всегда как было испытывал удовольствие в первые годы не зверя полгода того времени когда мы начинали встречаться только начинали жить было до приятным было хорошо но это было так давно что я уже если честно не помню это быстро утихла пропала его нет принято же считать что если женщина не желает заниматься любовью или не чувствуют потребности в сексе она белая барона или она чуть ли не неполноценная да да я обижена очень сильно на себя я просто замкнулась себе я перевела себя на семью быт на детей мне нужно расти детей мне нужно работать кем-то работая повар может слушать и самая сексуальная профессия в мире мне кажется нам не 36 лет я молодая красивая я умная считаю что я довольно привлекательная девушка и и мне очень обидно почему я не могу почему может причина во мне но и вы я не могу в этом разобраться я понимаю то что его нужно удовлетворить что я обязана выполнить свой супружеский дух и но я не получаю никакого удовольствия и и мне не хочется этим заниматься поэтому мы близимся к разводу но разрушать семью я не хочу у нас все таки семья дети которые его любят и обожают и он любит обожает своих детей я просто не знаю что мне делать вместе с авторитетными экспертами мы постараемся помочь себе сделать правильный вывод и может быть даже что-то в себе открыть ты готова да прекрасно как всегда в правом лагере у нас те кто говорят да сексу быть секс это основа нашей жизни это то что делает женщину красивая здоровая великолепная наш лагерь слева утверждает о том что секундочку без секса мы можем обходиться и по большому счету будем такими же красивыми здоровыми а может быть еще более чем занимаясь сексом оргазм у нас живая не в статевых органах это в голове это наше бажание это наше бажание конкретною люди наше бажание сексу наше впевненность в собе наше бажание тут и зараз отримати те что я хочу фрегильностью можно обважать абсолютно холодность тобто абсолютно никогда в жизни женщина не отримала сексуальной разрядки сексуального задоволения я бы хотела задать такие питания че есть у вас сексуальный потяг сексуальное бажание либидо вроде есть я этого желаю всем сердцем всей душой я желаю испытать оргазм осложнения возбуждения но у меня его нет наталья подскажите пожалуйста что вы чувствуете под час секса как бы вам это сравнить ешь яблоко не чувствуешь ни вкуса ни запаха то есть жуешь бумагу ничего ничего ну болючих відчуттів немае и останнє мое запитание чи завжди так было нет это было не всегда в самом начале нашей совместной жизни когда только зарождались наши отношения с мужем было и влечение и удовольствие ну ось я хочу на этих словах вас обрадовать и запевнить что вы абсолютно нефригидны было бы желание над своим сексуальным опытом сексуальным желанием нужно работать и есть конкретные методики парная психотерапия або индивидуальная або физические вправы что стимулируют чувствительность женщины скажи пожалуйста вот сейчас прям заметь за первые три минуты мы определились что ты нефригидный и заниматься любовью ты можешь как тебе это тебя это вдохновляет радует меня это вдохновляет радует но все равно проблема остается проблемой да и ее нужно как-то решить у меня сложилось ощущение что как будто бы без секса ну все мир рухнет данном случае получается так что вы секса не хотите нет влечения нет удовольствия тем не менее так вопрос не знаю на подумать на потом или сейчас студии что вас побуждает каждый раз с ним ступать в эту связь потому что мы живем вместе это мой долг вот моя обязанность знаете ваша обязанность быть счастливой спойлер проблема в том что сексуальная энергия это не только о соите да не только о том что происходит у нас спальне это и то что происходит с нами во время занятий спортом когда мы строим карьеру когда мы занимаемся какими-то занятиями которые приносят нам в принципе удовольствие все общество говорит женщин ты должна испытывать оргазм выйти замуж родить ребенка может быть и ни одного и так далее и так далее там мифы которые накладываются на наших женщин я хочу сразу сказать что женщина ничего никому не должен согласно она может быть счастлива не чувствовать никаких совершенно долго скажите пожалуйста виталий нормально ли что женщина может прожить свою жизнь не занимаясь любовью женщина может быть счастливой и здоровой не занимаясь секс разрушают женщину не отсутствие оргазма или отсутствие каких-то отношений а разрушает принятие или не принятие этой проблем и гормоны женские больше подвержены колебаниям связи с ее эмоциональными нагрузки чем связи с отсутствием сексуальных одно есть женщины которые ни разу не занимались любовью сексом и не стремятся к этому почему давайте узнаем у моей гости марьяны сколько вам лет 30 как так случилось что в 39 вы не знаете сексуального опыта этого сами для себя решили и отстранились но и так вышло войдут а еще просто на дейшло было закалю до нас я бы я была не проти мати секс алла целью дина ну и была байдужа дома то есть это по большому счету некая такая травма да не разделенной любви может и так алла я бы не сказала что я с того рублю проблему чем вы заменили занятие любовь на данный момент я люблю малюваться мое хобби вот так что бывает закоханность за можно проявляться так самого вирша поэзии даже смотри мы услышали историю вот наш марьяна до живет без секса и это не проблема нет мне и так хорошо а для чего жизнь без секса человек должен получать в жизни удовольствие и женщин и мужчины все должны получать удовольствие сейчас мы спросим моего гостя серёжа как так случилось что вы стали а сексуалом на мой выбор повлияла моя профессиональная деятельность где-то в 20 лет я начал работать ведь сервис и ведь сервис это общественные благотворительные фонды которые работают свечи инфицированными людьми то есть видео вокруг вот это удовольствие которое получали мои клиенты полнейшее отсутствие ответственности за передачу вич инфекции вот это все повлияло на меня так что я решил отказаться от этого всего и прекрасно себя чувствовать всего это от чего вот половых контактов сервис скажите пожалуйста когда у вас вот эти половые контакты были крайний раз 13 лет назад 13 лет назад а вообще отношения есть противоположным полом вы замечаете красивых женщин вот сейчас вы сидите в студии посмотрите какие у нас красивые девушки глаз не отвести я вижу в каждой девушке потенциального своего клиента угрозу моему удовольствию моему здоровью а сейчас есть отношения с кем-то дружеские при любом контакте даже не сексуальном есть риск заражения какой-либо инфекцией придающиеся не только половым путем ну и всеми остальными путями у меня нет такой потребности целоваться держаться за руки как же то что называется гормональным всплеском как же то что нас пугают там у мужчин раком простаты грубо говоря и так далее тому подобное вы задумывались об этом меня это не пугает занятия сексом не приводит заболеваниям и не занятия к сексом не приводит заболеваниям что можно быть счастливым здоровым полноценным просто на топе не занимаясь секс почему тысячи женщин вдруг перестают хотеть секса скажем так мы медицинская проблема с которой мы постоянно сталкиваемся это послеродовый период то есть женщина в родах часто к сожалению особенно когда рождаются дети крупновесные получают определенные родовые травм все это прекрасно компенсируется у меня есть масса пациентов которые то есть вот была проблема после родов я не испытывала удовлетворение но благодаря определенным действиям теперь я самая счастливая женщина на месте то есть мы готовы помочь женщине с любой ее проблемой то есть есть вопрос приходите и мы его решим это не проблема это не может быть если вы только не отторгаете внутри себя решение это вопрос то медицина совершенно спокойно может этот вопрос решить у меня роды проходили все довольно нормально рожала я очень хорошо и нормально легко быстро без разрывов без швов то есть после родовой депрессии тоже не было если было трое детей менялась ли здоровье менялась ли вид менялась ли собственное ощущение или это просто психоэмоциональная составляющая мы в пластической хирургии боремся в основном за эмоциональный комфорт пациента клиента пациента женщины то ли мужчины каким образом что вы делаете то есть есть вещи которые их смущают которые их ограничивают от получения удовольствий а если мы говорим об интимной пластике есть такое вмешательство как лабиопластика когда внешний вид малых половых губ женщин категорически и там пугает не устраивает это делаем с точки зрения эстетики для и любви самой себя и для того чтобы это было открыто и не бояться можно было раздеваться при свете конечно половые органы меняются с возрастом с гормональным фоном что-то меняется и там могло что-то поменяться скажите пожалуйста такие популярные сейчас уколы да это метод гиалуроновой кислоты создание объема позади слизистых тканей зоны которая может способствовать улучшению ощущений есть и другие инъекции но какие наружные половые органы увеличение больших половых губ увеличение если они слишком малы да возрастные изменения определенные происходят наружные пола взморшки да атрофия жировой клетчатки в проекции наташ посмотри а вдруг там действительно что-то не то тебе нужно действительно обратиться к классическому хирургу если мы говорим о том что уколы могут добавить на остроты ощущений то может это тоже попробовать стоит обратиться проконсультироваться детальнее изучить этот вопрос зависит ли оргазм от возраста женщины нет уверены мои гости юлия юль сколько вам лет 54 вообще вы получаете оргазм естественно конечно часто на третий на четвертый раз это именно об отношениях с мужчиной потому как сама по себе осечек не бывает в чем секрет это случилось достаточно поздно мне было около 30 лет как-то вот случайно в процессе для должно быть движение не молотка забивающего гвоздь а движение кисточки красящей стену собственно это все влево-вправо вперед-назад вот что-то в этом роде влево-вправо и все я была поражена как все просто стоит попробовать по моему опыту люди которые занимаются как бы приготовлением еды повара или профессионалы или непрофессионалы очень часто испытывают эротические фантазии вплоть до оргазма во время приготовления пищи у вас не просто так сказала что это одна из самых сексуальных профессий то есть я знаю массу пациентов которые делая блинчики испытывают многократный оргазм есть такое нет такого нет такого но обратите на это может быть и там есть шанс у вас есть такая зона которая бы привела вас к радости нет это неправда но это не может быть такого потому что это не соответствует ни физиологии не анатомии не психологии вы подавляете вы активно подавляете свои желания хочу сказать что наверное себя ты просто не изучала не думала где как пыталась когда ли тому подобное нет мастурбируете ли вы нет нет мастурбировали когда-то нет почему я задала вам наталья вопрос по поводу мастурбации так как оргазм упирается напрямую сразу женщине карман у нас стране не принято говорить о мастурбации о женской мастурбации так тем более девочки стесняются этого но как мужчина может довести вас до оргазма если вы сами не понимаете по ощущению что такое оргазм но если вас сейчас спросить что такое оргазм вы мне не ответить вы могли где-то прочитать что-то скорее всего судороги да это приятное ощущение но я хочу сказать что каждый оргазм уникальный у женщины я знаю что вы что-то привезли для нашей натальи я привезла игрушки для стимуляции это как раз именно та стимуляция благодаря которой вы сможете испытать первую жизнь и свой оргазм это игрушки которые не выглядят как секс игрушки если даже найдет ваши дети они не поймут что это такое это безопасность для вашей семьи мы можем увидеть да да о годом прям мороженое да да что нравится на что первый упал взгляд на мороженое да да с него начнем это у нас активулятор его можно использовать для всех зон вы можете попробовать приложите себе к шеи к мочке ушей да к носику давайте к шее давайте в декольте это очень нежная нежная игрушка по себе так эти маленькие язычки которые находятся в игрушке это действительно необычные ощущения как никак держите дальше что мы берем губную помаду мороженое губная помада девочка да такую игрушечку можно носить спокойно в сумочке вау слушать уже хорошо вот потрогать возьмите в руку просто такое ощущение что сильно агрессивно пробуйте взять дельфинчика он чуть-чуть нежнее но он такой ненавязчивый то есть он не агрессивно он не агрессивно то что вам подойдет моя любимая с этим он не агрессивный дельфинчик хороший приятного девушки могут учиться получать удовольствие сначала с игрушкой после чего девушка уже воспринимает ее мозг воспринимает оргазм с игрушкой и после она может это делать даже без игрушки просто со своим партнером а что это за не забык газовый баллончик какой-то гель который мажется девушки на половые губы это недавно стало действительно популярным но я когда это делала на экзамене мазалась так для того чтобы соображать лучше чтобы хорошо знать кроме не только клитор но ему если можно к к голове значит я выручаю вам этот вы идете в дамскую комнату и небольшое количество до 1 капли если вы почувствуете что вы ничего не чувствуете добавьте потому что у всех разная чувствительность что предпочитают женщины покупать девушки берут белье берут духи с феромонами скажи честно феромоны прям действительно существует есть эффект пацебо я так скажу это ближе потому что но там очень приятный запах он очень долго держится ты себе нравишься и ты нравишься остальным к сожалению очень многие пациентки приходят с рецидивирующими инфекциями связанные с применением вибраторов начнем с того что по материалу вот такие игрушки которые здесь это медицинский силикон это не пористый материал то есть вот такую игрушку с медицинского силикона очень важно узнавать что за материал можно спокойно взять прилавка при том что я могла обтрогать большое количество людей дома помыть с интим гелем в теплой водичке после чего обработать миром истином клинка мисси нам эта игрушку можно подарить потом своей подружке но если так же сама она будет очень даже да это не пористый материал если это гелевые игрушки их уже нельзя гелевые игрушки лучше использовать вообще с презервативом они впитывают себя все что происходило у вас в разных местах кибер кожа это приятные игрушки кибер кожи до то есть это игрушки вот как настоящий потел их тоже лучше использовать с презервативом либо же обрабатывать потом еще и тальком то есть это особый уход за игрушка вот сколько бы игрушек я бы не пробовала сколько бы я их не продавала ни одна игрушка хоть какая она суперская не было она не заменит настоящего теплого живого твоего любимого партнера я у гинеколога хочу спросить да может ли быть такое что женщину не удаю не удовлетворяет вот это сайте е да а удовлетворяет только возбуждение клитора но это вообще нормально совершенно но ненормально когда мы противопоставляем или или потому что статистика говорит очень просто 70 процентов оргазма женщина испытывает от клиторальной стимуляции никуда мы от этого не денешься ну попробовала что но прям какая-то вышла повеселевшая что что чувствуешь печет печет и все пока все это время печет но замедленно действует через какое время начинать ну начнем с того что вы сейчас не находите стадии возбуждения когда возле вас партнер да или когда вы хотя бы сами себя можете возбудить это немножко другие ощущения сейчас вы скажем так насильно заставляете свой организм ощущать ощущение да во первых и прислушиваться ой а где там а что-то то что вас немножко сейчас ждет это абсолютно нормально я много перепробовала я могу сказать что это абсолютно адекватно возможно вам нужно меньше капли много всяких вариантов предложили здесь чтобы вы использовали как инструменты да какие-то практики со своим телом все замечательно но если у вас заблокированы ваши энергетические центры ваш сексуальный центр прежде всего это не даст вам никакого результата абсолютно вы можете себя мазать перемазать как вы пришли вам просто печет и это может не работать я человек у которого нет секса три года и я чувствую себя великолепно у вас сейчас сексуальное воздержание нет 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 сексуального воздержания нет я познаю так свое тело а чувствую наталью как специалист в этой области потому что я работаю с энергиями и я понимаю что у этого человека возможно есть энергетические какие-то пробелы тантра предлагает сублимировать свою сексуальную энергию так чтобы партнер потом и вас захотел еще больше вы можете направлять свою сексуальную энергию в работу в творчество у вас тантра раскроет ваши таланты возможно это не только кулинария а это вообще вы станете секс коучем потом сами потому что все-таки тантра работает прежде всего сексуальной энергии сексуальными центрами и пробуждает все энергетические центры через сексуальную энергию как пробудить это конечно человек может заниматься медитацией осознанием себя тантра учит чувствовать свое тело правильно оша говорил что когда человек любит когда любит себя когда он чувствует сексуальное желание к самому себе он находится под покровительством божественных сил бог всегда с ним он направляет его по жизни человек может создавать такие вещи которые он не создавал ранее когда нахожусь в каких-то расставаниях и так далее там подобно даже не в расставаниях но не получая достаточного удовольствия от сексуальной связи со своим партнером да я снимаю кино и я сублимирую это в кино то есть мы сейчас говорим о каких-то иных путях реализации себя реализации своей силы и сексуально в том числе единственное что я пытаюсь уже говорю это только заниматься детьми за ним и работать все вот это вот я вкладываю мы говорим о здоровье человека и вообще всех процессах многогранно и приходит пациент и говорит что у него болит левая нога мы будем говорить ну давайте мы не будем заниматься левой ногой будем прыгать больше на правой ноге это замена не решает проблемы закрыть глаза и пойти в другую сторону это наверное не решение проблемы наташенька я наверное самый такой обычный человек вот в нашей всей компании как вы вы его такие делаете глаза что это куда это мазать что это делать мне близко вот такая вот ваша ситуация я ознакомилась с парнем но когда он мне сказал там в первую ночь суши я так вот нервничаю прям домчон так нервничает грит ты знаешь я вот хочу тебе признаться у меня опыта ноль вот я не думаю что я могу дать тебе то что ты хочешь но ему что-то показалось что я именно такая вау какая-то тогда нет было я не очень вот и он говорит помоги мне просто я и я сижу и понимаю что я тоже вообще ну как бы не алёк как не рука помощи я говорю боже что с тобой будем делать говорю вдвоем не ты не я я говорю все пропало в общем мы сели так загоревали ничего у нас не было на следующий день он не говорит будем смотреть кино значит поставил я стежу и тут значит начинаются титры и тут начинается порно боже мой я говорю боже я такой не буду смотреть я такой мне папа говорил это некрасиво так роблетики собаки и позвал меня к себе да я говорю все 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 он горит так значит смотри сейчас ты мне будешь делать как она этому мужчине а я буду делать так как он делает ей и ты мне будешь говорить как тебе приятно и где а я буду разумный разумный леонидом звали его вспомнила ему бог здоровья да поэтому к чему я говорю что это два человека и мы изучали этот парень заставил меня задуматься над тем что есть что-то такое что делает этот огонь в глазах наташ послушала натали да смотрели фильмы для взрослых почему я несмотря потому что нам это неинтересно но в принципе может и правильно делаешь что не смотришь эти фильмы общем во всех подводных камнях в сексе на экране расскажет александр актер взрослых фильмов саж почему скажи пожалуйста в маске потому что сейчас занимаюсь более человеческим видом деятельности вот и не хотелось бы чтобы у меня лицо ассоциировалось грубо говоря с моим прошлом скажите пожалуйста почему пришла идея сниматься фильма для взрослых в какой-то момент первое было тяжелое финансовое положение ну и естественно это одна из фантазий детства например я всегда задаюсь вопросом стоны восторг и так далее и тому подобное это такая тонкая игра или это действительно происходит с актерами во первых это тонкая игра во вторых это технология то есть стоны накладывают потом на обработки то есть есть специально обученные люди которые красиво стонут вот они потом сидят смотрят видеоматериал и стонут в такт движения но специально обученные люди не могут же пришпандорить извините там красивый фалос для этого виагра есть давайте так из тех с кем я пересекался без виагра не мог никто вот в том числе и давайте мы говорим о женском оргазме он это тонкая игра это миф вот то есть возможно есть конечно какие-то актрисы которые умудряются это испытывать в процессе съемок но маловероятно ну грубо говоря тут место как в гостиной и примерно такое же количество народа вот то есть там осветитель гример еще что-то ты это делаешь не так как можно доставить удовольствие себе либо партнера так как красиво смотрится на камеру скажите пожалуйста а вы получали как мужчина удовольствие это работа ты делаешь так как красиво на камеру вот то есть ты замираешь неестественной позе делаешь не характерные для себя движения а в этот момент режиссер тебе говорит например саша сделай похотливое лицо в какой момент поняли что фильмы для взрослых для вас уже хватит тот момент как у меня очень сильное испорчилось качество сексуальной жизни я грешу на самом деле на то что секс был моей работой то есть мне грубо говоря за него платили деньги и отношение было точно такое же что ты что-то должен я перестал его хотеть и вы поняли что хватит да мол хорош собой буду-ка я восстанавливать свою сексуальность и свое сексуальное желание да да так и для женщины вне съемочной площадки ну что что я могу сказать это просто тоже достойно уважения по большому счету отказаться я думаю что от неплохих денег да и прислушаться к себе это здорово смотри наташ сколько мы здесь сейчас слышали да и о вибраторах и о фильмах для взрослых мы провели эксперимент для того чтобы понять что мужчины знают о своих женщинах и их желания вместе мы уже 26 лет ну надеюсь что секрета у нас друг от друга нет правда мы вместе три года и мы знаем друг о друге все 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 мы в браке три года мы думаем что не скрываем от друга ничего да 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 мы около года уже вместе я считаю что мы хорошо знаем друг друга а с нет секретов тож переверимо чи однако вы відповідатимуть пара на запитание что стосуются их него интимного життя где находятся эрогенные зоны ваших коханых так погнали так так ну здесь само собой уже проверено гадами поцелуй губы шею везде приятно потому что ну это мое личное мнение что мне так кажется что именно те зоны которые я нарисовал ей нравится но оказалось не совсем так но это такое значит есть куда стремиться скольки мая тривати прелюдия я больше всех рекордсменов 20 минут это максимум насправді жінці потребно близко 40 хвилин чтобы она смогла збудиться та отримать оргазм что-то мы потерялись на полчаса готовы вы використать секс-играшки аби урізноманитнити ваше статеве життя на знак згоды участники эксперименту маять взята зі столу будь-яку играшку я ответил так потому что это и интересно я не знаю как ответил моя жена я лично ну не то чтобы против этих игрушек просто не нахожу в ней ну в них какой-то там нуждаемости в сексе то есть нам и так хорошо як часто ваще кохані імітуєть оргазм експеримент показав що партнери часто не знають про сексуальні вподобання своїх коханих це стосується і новоспечених партнерів і досвідчених пар наташ скажи пожалуйста имитируюш ты оргазм да чтобы сделать ему как бы его самолюбие приятно или чтобы быстрее закончил и это тоже вы знаете наша героиня не одинока она как и миллионы женщин к сожалению просто не умеет получать оргазм но этому оказывается можно научиться моя гостья лана лисовец утверждает что знает что нужно делать чтобы не имитировать знаете что у нас есть мышцы тазового дна мышцы слабые у всех даже у нерожавших девочек а у рожавших тем более их нужно укреплять иначе это с возрастом чревато опущение матки надержанием мочи в первую очередь даже не для секса для своего женского здоровья хотя интимная жизнь это тоже очень важная часть жизни я хочу вам показать я с пустыми руками приехала я покажу вам на примере одного тренажера как это работает наверняка многие из вас слышали имя доктора кегеля он был врачом в сороковых годах прошлого века занимался проблемой недержания мочи у женщин после родов и оказалось что причина недержания мочи опущения матки в слабости мышц тазового дна и сначала он решал со своими клиентками именно эту проблему укреплял мышцы тазового дна с целью справиться с какими-то медицинскими проблемами женщины эти получили так называемый вторичный эффект они начали испытывать оргазмы те кто не испытывал они стали более чувственны чувствительно они стали хотеть секса если они до этого не хотели секса двух словах как это работает такой датчик вставляется вы не просто сжимаете мышцы а конкретно видите с какой силой видите свой прогресс у вас есть стимул тренироваться и мне как тренеру видно правильно вы это делаете или нет можно конечно это делать и без тренажеров ну пробовали когда-то прерывать мочеиспускание прерывать мочеиспускание да вот попробуйте сейчас поделать то же самое пока мы будем разговаривать и общаться дальше попробуйте сейчас просто сидеть и сжимать мышцы тазового дна сколько нужно вот этой гимнастике но папа времени да для того чтобы в какой-то момент испытать оргазм очень быстро вы не поверите во первых ваш мужчина чувствует разницу уже через две недели ежедневных занятий трудно сказать что подойдет эта методика меня медицинский вопрос как часто вы занимаетесь секс 3-4 раза в неделю ну это нормально совершенно да но при этом я ничего не испытываю понимаете никогда не получает нет что-то вы делаете не так ладно удовольствие оргазм из вы знаете я четко могу вам сказать что-то вы делаете а может быть мы что-то делает не так конечно может делать что-то делать не так вы имеете ввиду партнера да пара что-то делать не так муж они готовят очевидно то есть он не пытается достучаться понять его я вас перебью готовит наташ можете писать пожалуйста как проходит ваш секс иногда это очень редко ласковые слова скажет как-то какой-то комплимент все далее ложишься какие ласковые слова заинка такая красивая сегодня вас это возбуждает три раза в неделю слушать или 15 лет это возбуждает но вы уже понимаете если мы ваш муж я понимаю что это намек повседневной жизни не намекая на секс он делает вам комплименты просто ну если я ему в чем-то помогу там в решении какого-то вопроса тогда может быть похвалить и что-то сказать блин ты такая классная умница хорошо сказали что вы красивая что дальше далее мы ложимся в кровать я лежу например в топике и в нижнем белье все это просто залазится взбирается минута 30 секунд движений разворачиваться все а я дальше переворачиваюсь на бок ложусь спать то есть он вас даже не целует ни в губы не все нет нет а вы говорили ему о том что вам этого недостаточно говорил ему не интересно это ему просто нужно получить это все и развернуться уйти вот это вот значит секс-минутка он забрался этот муж скалолаз сделал свое дело в сбирании на джамалунгума это подготовка мне кажется что мы имеем дело не с проблемами наталья имеем дело с проблемами ее мужа эта проблема имеет медицинское название это преждевременная экуляция продолжительность полового акта от начала до конца одну минуту это есть ненормально соответственно вот у меня вопрос если бы половой акт длился там не одну минуту а 10 минут мы знаем решение этого вопроса как увеличить продолжительность есть средства специальные медицинские можно пробовать если мы даже пролонгируем половой акт супругу то как и в ситуации во взрослых кино там тоже не будет никаких удовольствий был ли у вас оргазм от того что мы продлим вам продолжительность половой акт с моим мужем с вашим мужем в ту же ситуацию которая сейчас находимся не говорю вам сразу нет почему потому как я же вам еще раз повторяю что это равносильно того что и без вкусицы одномонетно серость и однотонность ничего не 10 минут все равно серость и однотонность да мы же не говорим о времени сейчас моя героиня о том что нет разнообразия нет фантазии допомогу вам дуже гарно мені здається на мій професійний погляд підійшли карти эрогенних зон тихо не стосуються статевих органів молочных залоз тобто и вушка и спинка и подколинная чашечка и пальчики и кинчик языка и волосистая частина голови там можно и домальовывать свою зону тобто дуже цикаво працюю вивчити свои дати партнеру вивчити его по пятибальній шкалі відмітити яка в него чутлива яка не чутлива потім поменяться познайомся з моєю картою а я познайомлюсь з твоєю ого указывается я нічого не знаю у меня клієнти зазвичай ну шо там дві точки поставили грудь и пах все а потім як починают разбирать партнер че виявляється чутлива все її тіло тобто все цикаво працює треба працювати з парою понимаешь с мужем да которому ничего не нужно а другой сторон сказать нет давай дорогой мой выходя из дому займёмся вот этими картами да и нанесением маршрута скажем тогда и твоего и супруга я на свиданиях очень стерженая очень скромный но если я уже переступаю порог спальни это уже не натали это уже какая-то другая вообще женщина какая другая которая вообще львица пантера не знаю запретов до которая любит облажать любит разговаривать на эту тему ну естественно это не с каждым встречным это тот мужчина которого я хочу я люблю танцевать на столе мужчине когда он ест я люблю игривость я могу магазине где-то ну че засунуть там руку штаны например типа дома поговорим все что касается тела мужчины для тебя я это люблю я это люблю просто дай наташ послушала наталина что ты такое подобное дело один раз даже отделать маскарадный костюм наезднице и что-то на себя наперло иди спать развернулся и лег спать потом ночью просто разбудил и все а вы попробуйте медсестру подлечить его оденьте медсестричку придите что у вас болит больной гима интересом ты слушаешь да а никогда не думала пусть по себе этот муж помережно скалолаз неудачник будет там до пятисекундный найти себе альпиниста во-первых когда-то и проскакивала такое я задумывалась но опять-таки возвращается страх что будет то же самое что и сейчас вот это такая типичное заблуждение что у нас в семье не хорошо давайте мы возьмем кого-то со стороны а с ним будет хорошо лучше научить альпинизму своего мужа не надо идти куда-то в сторону потому что там могут возникнуть другие проблемы учите мужа альпинизму то есть донесите до него ту мысль которую вы хотите если муж боится высоты обучайте все же если мужчина не желает как бы с ним не работали как бы как бы его не пытались обучить вопрос наташ опробовали вообще обучить мужа то есть давайте мы говорим о том что он не желает а его кто-то спросил об этом желает он или не желает да еще он сказал а как пробовала я начинала с ним разговаривать что давай попробуем что-то может когда посмотрим литературу почитаем посмотрим что либо он у меня смотрит а мне ну не нужно главное я получаю а ты это твои проблемы то есть у него вот это вот физиологическая функция да все наташенька вы должны для себя понять что вы хотите у вас столько вариантов я не хочу секса с мужем но я не хочу с другим пробовать я хочу секс вау химию вернуть да именно с этим человеком но я как бы ночью буду я уже наездницу одевала мы с женщиной от нас зависит 90 процентов можем сделать вывод выслушав то все да что конечно же огромное количество вопросов к себе но звучали несколько раз уже предположение что есть вопросы и к мужу да есть он не старается он не пытается он не пытается может быть он не хочет даже стараться пытаться считай что но ему не ну скажи пожалуйста у нас там были измены честно с его до чего да и неоднократно первый раз это случилось когда я была беременна третьим ребенком третьим ребенком да у меня уже срока был восемь месяцев как ты узнала вообще его измене он занимается ремонтами и он попал по объявлению позвонили он пошел делать ремонт ремонт делал он у девушки не пришел ночевать я поехала по этому адресу я звоню созвонились он сказал что я остаюсь поднимаю трубку девушка слышу его голос он кричит подай пожалуйста мне полотенце и она смехом говорит так и так мы он делает ремонт я приезжаю дверь закрыта слышу голоса музыка и причем не только голоса ну ахи вздохи он не рассказал что да это была девушка была еще одна измена это смертельно там где вы живете измены поверьте вы себя не уважаете как вас может уважать кто-то другой как скажи мне пожалуйста можно вот это подпускать тогда к себе извини долг и так и тому подобное но извини меня но но это же предательство это это предательство но это мой муж который меня знает которым никогда руку на меня не подымет не ударит детей всегда внимателен к детям то есть он хороший семьянин здорово что хорош семья но он тебе как женщине изменяет он тебя предает и ты все равно перечисляешь на все эти вещи до трое детей я понимаю но себя можно любить себя можно уважать и обсалясь и как это больно но ты же в себе прежде всего давишь эту боль ты понимаешь да да даже не могут покраснеть глаза под наш от слез потому что я постараюсь и сколько выплакано правда да выплакано много но тем не менее я повторюсь это моя семья это мой тыл в чем тыл на тебя сейчас смотрят тысячи женщины думать ага ну да в принципе ради семьи и ради детей но я тоже буду жить пусть не изменяют пусть не вешают лапшу на уши понимаю что ты сейчас вообще не перед пропастью ты прыгаешь в эту пропасть услышь меня ты меня слышишь и что ты мне можешь сказать нужно что-то менять все менять жизнь если честно сказать вот для чего ты сюда пришла просто получить официальное разрешение бросить мужика будем считать что ты его получила прежде всего от меня и от всех даже те кто сидят на на диванах против и на диванах за понимаешь я боюсь что будет у меня другой мужчина может быть еще хуже его а если не будет мужчины ты будешь одна со своими прекрасными тремя дни ты будешь счастлива ты считаешь что в этом нет смысла женского счастья есть какой-то степени есть я могу сказать что мы впервые в программе за все время нашего существования меняем начальный вопрос с которым пришла героиня в студию оставляешь ты мужа который тебе ничего не дает несчастье женского не любви не восторженности не финансов ничего и оставляешь его или ты остаешься с ним но потому что так принято я считаю что вот так сейчас нужно поменять вопрос я даю тебе минуту об этом подумать 60 секунд мне кто-то скажет оксан не давите я не давлю 60 секунд это целая жизнь понимаешь вот я хочу чтобы эти 60 секунд подумала оставляешь ты мужа или ты остаешься с ним но потому что так принято а что можешь сказать только честно честно буду менять менять свою жизнь кардинально каким образом подготовлю его чтобы он собрался и ушел то что так жить да нельзя терпеть нельзя мои дорогие вот сегодня мне кажется впервые вообще как я уже подчеркиваю за все время наших программ мы поменяли вопрос и поменяли этот вопрос не для того чтобы сделать одну из женщин одинокой лишить ее семьи лишить ее любимого мужчины лишить отца ее детей нет мы поменяли вопрос этот для того чтобы каждая из вас и задумалась что вы есть для себя что вы несете для себя в этот мир и можете ли вы быть счастливыми когда вам изменяю когда вас не ставят ни во что это же не кино и второго дубля не будет уважайте себя считайте что вы королевы поставьте себя на пьедестал я вас просто заклинаю на этом я говорю всем доброй ночи мы увидимся с вами в следующую среду программе о чем молчат женщины я решила остаться с мужем чтобы у детей был папа мы будем продолжать жить как жили одной большой счастливой семьей но отношения у нас будут дружеские я буду искать отношения на стороне зарегистрировалась на сайтах знакомств мне начали писать делать комплименты которых мне не делали очень много лет уже про меня зовут на свидание я кардинально меняю работу чтобы могла сходить на свидание на сайтах смотрю лубриканты также смотрю на сайте разные игрушки и вибраторы чтобы в дальнейшем приобрести и использовать и потому как я хочу быть полноценной красивой раскрепощенной женщиной потому что я еще молодая полная сил и энергии и я думаю мне все получится спасибо огромное оксане всем экспертам которые были и программе о чем молчат женщины и и и и